Мы с вами говорили про когерентное состояние. Само когерентное состояние альфа можно написать еще разочек. Так, это было. Это когерентная суперпозиция фоковских состояний. Фоковское состояние – это состояние с определенным количеством фотонов N. Их у нас, собственно, бесконечное счетное множество. Вот такая вот суперпозиция. Она определяется фазой и интенсивностью. Альфа – это комплексное число, и это корень из интенсивности μ умножить на E в степени и φ на фазу. То, о чем мы говорили в прошлый раз, и хочется чуть-чуть договорить, это то, как они выглядят, когда мы их практически генерируем. Они уже хороши тем, что их можно практически получать, испускать и детектировать. Ну, как детектировать, кстати, мы еще не говорили про это. Но при этом все-таки у нас некоторые еще ограничения есть. В частности, вот эту фазу выставить, какую хочется при генерации когерентного состояния, бывает не очень просто. Она, как бы, здесь лазер сам решает, какую фазу выставить, делается случайным образом. Поэтому, по сути, из лазера обычно выходит фазово-рандомизированное состояние со случайной фазой, распределенной равномерно на отрезке 0,2π. Вот, как это можно использовать при, собственно, протоколе квантовой криптографии, при разработке… Это… А, так, я от видео не включил, кажется. Так вот. Как это можно использовать при разработке квантовой криптографии? Мы с вами говорили в том, что мы отправляем состояние сначала α, E в степени и θ, случайная фаза θ. И затем α, E в степени и θ на E в степени и θ. На θ мы влиять не можем, опять же, потому что у нас есть некоторые ограничения, лазер сам выбирает θ, а вот на θ влиять мы не можем, правильно? Да. Вот. Поэтому наше состояние, которое у нас получается, это ρ, зависящее от θ. И это у нас усреднение по θ. Это будет интеграл O, D, θ поделить на 2π от вот этой вот α, E в степени и θ, α, E в степени и θ, тенсорно на α, E в степени и θ, E в степени и θ, α, E в степени и θ, E в степени и θ. Этот интеграл можно посчитать. И это будет уже паосоновское распределение фоковских тоже состояний, но уже двумодум фоковских состояний. Сумма P, давайте, от 2, ну, n на ψ, n от φ. Так, сейчас хочется с ними, ну, чуть-чуть совсем поработать еще с этими состояниями. Пси n от φ. Так, я могу, давайте, попробую по памяти написать. Пси n от φ, это у нас С сумма. С из m по n поделить на 2 в степени n корень квадратный, на E в степени и m в фи на m минус m на m. Правильно? n минус m. n минус m, да, спасибо, действительно. Так, все в остальном правильно вспомнил, да? Так, мне пятерка, а вам посмотрим на зачете. Так, вот, теперь вот то, что мы с вами мало проходили, но хочется сказать про это. Мы говорили про то, что вот эти состояния, ну, в частности, в частности, состояние Пси 1 от φ, это имеет простой вид, это 1 поделить на корень из 2, ну, 1, 0, 1, 0, плюс E в степени и φ 0, 1. Вот, а вот про то, что состояние Пси n от φ примерно эквивалентно n от тезерной степени Пси 1 от φ, вот сейчас хочется еще сказать пару слов. Также, то, что мы говорили с вами, что в таких состояниях, такого вида, причем такого вида вне зависимости от коэффициентов. Этому коэффициентам могут быть разные состояния, если имеют такой вид в смысле вот этой вот линейной комбинации вот таких состояний, можно измерить количество фотонов не возмущающим образом, не разрушая суперпозицию. То есть для любой вот такой вот линейной комбинации наша наблюдаемая, которую мы выписывали, которая есть проекция на состояние с n фотонами, вот, на все возможные вот такие вот пары, в которых в сумме n фотонов, ну, как здесь, вот такого вида, вот, она не будет разрушать суперпозицию. Это, надеюсь, очевидно, потому что мы просто проектируем на подпространство, которое содержит n фотонов. Так, скучное лицо у вас. Нет, это хорошее лицо. Нет, это естественное состояние. Так, вот, и она не будет разрушать суперпозицию. Но еще то, что мы говорили, поэтому Ева, когда атакует квантовую криптографию на вот таких вот состояниях, на таких состояниях, она может измерить количество фотонов. И никто не заметит, что она это измерила. То есть измерять количество фотонов не запрещено. В отличие от многих других вещей в квантовой криптографии, которые, если Ева измеряет, то она обнаруживает себя здесь, она себя никак не обнаруживает. Но еще Ева может взять и отнести себе один фотон в свою квантовую память. Вот про это хочется чуть подробнее сказать, про преобразование, которое и от такого состояния отводит фотон Еве. Оно должно выглядеть так. То есть у нас Пси n от Фи. Затем у нас Ева должна прицепить свои две моды. Ноль в первой Евиной моде. Ноль. Ноль во второй Евиной моде. А это должно перейти в Пси n минус 1 от Фи. И теперь у нас должно быть состояние Пси 1 от Фи. В Евиных модах. Это Бобовская мода. Пусть будет. А это Евина мода. Согласны, что вот так выглядят, значки тензового произведения я опустил, но имеется в виду именно тензовое произведение, что так выглядит вот это желаемое преобразование Евы. Вот. А как его теперь реализовать? Вот. Будем реализовывать так, как вы квантовую оптику, наверное, хоть как-то изучали. И вот эти операторы рождения и уничтожения, как с ними взаимодействуют, вы, наверное, знаете. Вот здесь у нас есть такой операторик. Давайте назовем его А оператор. Это единица, точнее АНТ. Единица на корень из n. Теперь у нас вот что. У нас оператор рождения в первой Евиной моде и оператор уничтожения в первой моде Боба. Ну вот здесь Бобовское состояние, оно двумодовое. Все амсенты, это у нас первая мода и вторая мода. И плюс оператор рождения в Евиной второй моде на оператор уничтожения в второй моде Боба. Вот давайте им подействуем на... Что мы подействуем? Давайте им подействуем на состояние n-m. А почему там АН фигурирует только как подкодный? Вот здесь фигурирует, да. Оно фигурирует же. Ну а может быть там еще Боба как-то сейчас? Нет, проекция на подпространство с n-частицами. Да, то есть это оператор, который действует именно на то пространство, в котором n-частиц. Нам нужна вот эта вот корень из n, нам он пригодится. Черт, а то что-то, по-моему, написано странно. Съем написан оператор, а справа вектор. Оператор действует на вектор. А, да, да, здесь, конечно, вот это оператор такой. Ну, это мы так обозначили, но чтобы не переписывать. А теперь давайте рассмотрим, как он действует на вектор. Да, да, вы правы абсолютно, что это не совсем корректно, но не придирайтесь. Это я просто не поняла. Это некорректно, но это не абсолютно некорректно. Это просто некорректно. Так, вот это вот посчитайте, пожалуйста. Тут, по-моему, ничего сложного нет. Как действует оператор рождения и уничтожения, надеюсь, вы помните. Так, расписал на всякий случай компенсер от оператора. Рождение и уничтожение. Да, уменьшает на один. Здесь, как бы, все довольно-таки просто. И как же это будет? Где же вот ваши записи великолепные? Так, нет. Так, вы же кофе-цеты забыли? Нет, теперь все нормально. По-моему, нет. Не, не нормально. Пури не сдох, что ли? Не, ну что, вы на вот это составили... Вот, 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 оператор 1b. Вы подействовали вот сюда. Это 1b мода. Где у вас корень минус n? Ну, вот он. Не понял. Мы поделили на него. Мы умножили на корень. Нет, нет, нет. Здесь умножается, а вот здесь делится. Почему делится? Делится на корень из n? Мы же определили на корень из n. Да, верно. Вот именно это умножается на корень из n, а делится на корень из n. А, почему? Вы, может, как-то в уме там это сократили, но это не сокращается. Да, вот, это так. Вот, теперь дальше факт, который я вас, ну, призываю проверить дома. Так, это будет действительно корень из n минус m выделить на корень из n на n минус m минус 1 m 1 0 плюс корень из m выделить на корень из n n минус m на m минус 1 на 0 1 Пока что выглядит не сказать, что прям вот очень-очень романтично. Вот, но вот если мы возьмем именно теперь такую линейную комбинацию, когда у нас все состояния, ну, вот именно такую, то мы как раз увидим, что это именно вот так вот и будет. Поэтому вот эту штуку, пожалуйста, дома проверьте, это будет чуть более муторное дело. Вам вот эти придется запихнуть в биномиальные коэффициенты штуковины. Вот, в общем, то есть, ну, вот это прям расписать. Вот, но так оно и будет. То есть вы как раз с помощью такого преобразования, вот этот оператор АМ, который зависит от количества фотонов, вы отсюда отцепите один фотон, вот, и более того, вы как раз сохраните его линейную комбинацию. Когда все фотоны в одном и том же состоянии, то вы вот это вот и увидите. А как оператор АМ действует на векторах, в которых сумма, ну, короче, количество фотонов не N? Не N. Это нам нужно уже другие операторы определять. То есть он определен на этом подпространстве. А, но не важно, как он определен на других, получается, подпространствах. Им корректно действует только на это подпространство. На другом подпространстве он будет просто некорректный оператор. Поэтому по-хорошему, если мы хотим на это подействовать, то есть мы должны этот оператор применять только в случае, если наше наблюдаемое выдало нам N фотонов в сумме двух модерн. То есть реальное преобразование капельку сложнее. То есть нам нужно померить количество фотонов и для каждого подпространства свой оператор задать. Этот оператор задан на подпространстве, в котором N фотонов в сумме. Оно, кстати, N плюс 1 мерное. Вот это подпространство, если не ошибаюсь. Да, N плюс 1 мерное или N мерное? N мерное, да. Вот, N мерное это пространство. Вот, например, если будет фотонов на 1 меньше, то это будет уже пространство вообще другой размерности, его применять даже нельзя. Вот, поэтому все-таки, то есть, ну, нам по-хорошему. Ну и, кстати, убедитесь еще вот в чем. Вот, то есть то, что у нас A сопряженное N умножить на A N, это будет, угадайте, что? Я не знаю, там сопряженное. Ну-ка давайте. То есть тождественные операторы? Да, конечно, тождественные. Потому что это унитарный оператор на вот этом подпространстве размерности N. Ну и попробуйте вот на вот это вот части, подействуйте оператором, хотите, прямо сейчас, A сопряженное N. И увидите. Ну, он даст тот же вектор, просто он уменьшит теперь у Евы количество фотонов на 1. Да, да, он именно у Евы. А этот фотон он обратно перенесет сюда, вот этот фотон он обратно перенесет сюда. И даст он нам то же самое. То есть если мы не применим, мы получим прямо вот этот вектор. А вот эти вот, соответственно, коэффициентики M поделить на N, они у нас сократятся. Вот, потому что у нас корень, уже не корень из N, а просто N будет в знаменателе, а в числителе у нас будет, соответственно, N-M и M. Вот, и они все прекрасно сократятся, и у нас будет обратно. Да, то есть это будет действительно единица на пространстве N. Вот, оператор это действует как единичный. Так, 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 так вот, да. То есть поэтому, вот, вот это вот, пожалуйста, проверьте, это чуть более муторное дело, которое как раз просто нужно расписать, вот эти вот коэффициентики более аккуратно все. То, что нас здесь как бы интересует, как раз то, что если мы вот так вот сделаем, потом мы применим оператор A, N-1, вот к этому, и так еще можем отцепить один фотон, и еще можем отцепить. Поэтому в итоге мы от Пси N от Фи можем перейти туда-обратно, он в этом плане эквивалентен, Пси 1 от Фи в тензурной степени N. Вот, вот это вот, то есть мы с помощью таких серий операторов отвода фотона можем перейти. Так, вот, именно поэтому, то есть мы можем отводить фотон, если все фотоны в одном состоянии. Если здесь делать абсолютно произвольную комбинацию, то такой красоты уже не будет. Когда оператор отведет один фотон, ну, у нас вообще не будет это натанзованное произведение распадаться, как здесь. Здесь оно распадается натанзованное произведение. Но это свойство той ситуации, когда у нас они изначально имеют примерно вот такой вид. Вот, поэтому вот это вот, такие коэффициенты, это все-таки они очень специфичны. И они нам как раз дают вот такую возможность отвести один фотон. Но отведение одного фотона, это теперь здесь возможная ситуация. Вот, Ева именно с помощью такой операции отводит себе фотон в свою квантовую память и имеет, соответственно, то, что приготовили Алиса и Бог. Поэтому у нас возникает вот эта вот неприятная для нас атака разделением по количеству фотонов. Когда Ева померила количество фотонов, если у нас импульсы содержат два фотона или три фотона и так далее, Ева один фотон отводит себе в квантовую память. И после этого она ждет, когда мы будем согласовывать базисы. И после согласования базисов она знает, в каком базисе мерить фотон. Мы выписывали состояние протокола BB84 вот в ситуации, когда, ну, однофотонные, соответствующие вот состояния Пси-1 для протокола BB84. Внутри базис они оптагональны. И поэтому, если Ева знает базис, то она может получить всю информацию из вот этих вот своих, из того, что у нее в квантовой памяти есть фотонов. Вот это атака разделения по количеству фотонов. Надеюсь, все шаги теперь понятны. То есть Ева может измерить количество фотонов, когда Алиса и Боб вот такими состояниями, фактически такие отправляют состояния при трех значениях. Так, BB84 еще раз здесь напишу. Сами состояния не буду писать. В прошлый раз мы их расписывали. Но у нас теперь Фи лежит во множестве. 0, Пи, Пи пополам, 3, Пи пополам. То есть вот это вот, это у нас базис Х, а вот это вот базис У. Соответственно, там четыре состояния получаются. 1, 0, плюс 0, 1, 1, 0, плюс, минус 0, 1, 1, 0, плюс И, 0, 1, и 1, 0, минус И, 0, 1. Вот, вот тут точнее вот здесь показывать. То есть здесь у нас вместо этого может быть единица, минус единица и минус И. Как раз четыре вот таких вот состояния. Вот, это плохо. Это как раз значит, что протокол BB84 неустойчив против атаки разделением по количеству фотонов. Что делать? Давайте перед тем, как хороший способ рассматривать, рассмотрим способ не очень хороший. Ну, просто в том числе потому, что он немножко поучительный. Смотрите, что можно придумать? У нас беда протокола BB84 в этом смысле такая, что состояние внутри базиса взаимно ортогональное. Именно поэтому Ева, когда задерживает один фотон у себя, она после этого может его измерить и получить из него полную информацию. Давайте с этим бороться. Одно из возможных предложений. Давайте у нас однофотонные состояния будут иметь такой вид. Так, 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 секундочку. Теперь протокол, назовем его 4 плюс 2. Ну, наверное, скоро поймем, почему он так называется. И пусть у нас однопотонные состояния имеют такой вид. Пси 0 в базисе А. Это у нас будет косинус альфа 1, 0. Я буду вот в таких же терминах помечать. Плюс синус альфа 0, 1. Теперь Пси 1А. Это будет косинус альфа 1, 0, минус синус альфа 1, 0, 1. Затем Пси 0В, второй базис. Это будет косинус альфа 1, 0, плюс И. Умножить на синус альфа 0, 1. И, наконец, Пси 1В. Это будет косинус альфа 1, 0, минус и синус альфа 0, 1. 4 плюс 2, потому что он сочетает свойства протокола ББ84 и протокола Б92. 84 заканчивается на четверочку, 92 заканчивается на двоечку. 4 плюс 2 и те, и те свойства. То есть, смотрите, состояния внутри базиса, они не ортогональные, а так в целом состояние похоже на конфигурацию ББ84. Но внутри базиса состояния уже не являются ортогональными. Поэтому, если Ева измерила количество фотонов, ну, это делается так, что у нас теперь вот здесь вот это альфа и вот это альфа, они разные по интенсивности. Например, первая больше, чем вторая, тогда у нас косинус и синус будут отличаться. После того, как мы этот интеграл возьмем. Вот, то есть у нас еще и интенсивность тоже участвует в кодировании. Тогда мы получаем то, что вот эти коэффициенты у нас оказываются разные. Вот, идея такая, что Ева, если отведет фотон и будет держать его в квантовой памяти до согласования базисов, она после согласования базисов получит, ну, знает, в каком базисе его мерить, но даже зная, в каком базисе его измерять, она не может получить из него все информации. Ева все равно оказывается в проигрышном положении по сравнению с Алисой и Бобом. Алисой и Боб, так же, как в протоколе BB84, случайно выбирают базис, либо вот базис первый, либо второй, ну, первый х подобный, второй у подобный базис. Но при этом, как в протоколе B92, выбирая базис, они совершают безошибочное различение состояния. Теперь это неортогональное состояние внутри базиса. И в протоколе B92 вы знаете, что Алисой и Боб могут различить неортогональное состояние, но иногда будут получать неудачу, если они их различают таким вот безошибочным образом. Поэтому они проводят измерения с выбором базиса, а внутри базиса они проводят измерения безошибочным образом. Все понятно, что говорю? Это все очевидно тривиально или что-то вы забыли и теперь это непонятно? Сейчас я просто не поняла, почему не B92. Чем то, что мы написали, сейчас отличается от B92. B92 у нас всего два состояния, а то четыре состояния. У нас есть еще выбор базисов, есть согласование базисов, есть Алис и Боб, которые... Как в B84? Здесь два базиса, четыре вектора. В B92 у нас один базис, два вектора. Сам B92 не подойдет? Сам B92 не подойдет, потому что Ева просто может сразу же совершать измерение такое же, как совершает Боб. И либо блокировать состояние, либо отправить их дальше. В случае затухания как раз B92, вот мы с этого и начинали работать с затуханием, он совсем плохой. Потому что Ева может ту же атаку безошибочного извлечения в состоянии, USD-атаку, использовать. Здесь USD-атаку Ева не может использовать, потому что она не знает, в каком базисе ее безошибочным образом мерить. В базисе X подобным или Z подобным. Поэтому все-таки нет. Я бы сказал, что это совсем не B92. Ну, B92 не подходит здесь. Здесь это все, это отличается от B92 довольно сильно. Как это можно нарисовать на сфере Блоха? Это тот случай, когда сфера Блоха, она довольно-таки наглядная и приятная. Она не во всех случаях наглядная. Так, надеюсь, я более-менее правильно это накалякал. Так вот, у нас теперь центр сферы Блоха. И теперь у нас есть векторы, которые направлены вдоль вот этой вот оси. И есть векторы, которые направлены вдоль этой оси. Раз, два. Ну, да, как-то два вектора. И вы смотрите, теперь вот здесь вот мы имеем такую вот параллель. И на этой параллели у нас еще есть векторы, которые направлены вот таким вот образом. И вот таким вот образом. То есть у нас четыре вектора, которые мы взяли вот эти вот четыре вектора и их приподняли. Вот такие четыре вектора на сфере Блоха. Пусть вот это вот будет у нас подобие Пси 0А. Это будет Пси 1А. Это будет Пси 0Б. А вот это вот Пси 1Б. Поэтому Ева, когда в квантовую память она свой фотон загружает, точно так же, как для ВВ-84, она потом имеет дело с задачей развлечения неофтагональных состояний. И не может получить из него всю информацию. Вот такое предложение. Протокол 4 плюс 2. Однако этот протокол задержит существенный недостаток, который я вас, ну, как бы призываю найти. Хотя это сложновато. Давайте чуть-чуть подумайте над этим. Скорее всего, не додумаетесь. Вот, потом поговорим. Какое поучительное здесь, в общем-то, место есть. Почему это плохо работает, вот эта идея. Надеюсь, идея понятна. Если вдруг непонятно, то, опять же, уточняйте, спрашивайте. Сейчас развлечения как бы неплохо для... Разрушится факт того, что она сталкивается с задачей развлечения неофтагональных состояний. Это же уже плохо для Евы. Так вот, да, по задумке это плохо для Евы. Однако оказывается, что ей не так-то уж и плохо. То есть нам нужно придумать Евины действия. А протокол, соответственно, не очень хорош для легитимных пользователей. И не так-то уж он и плох для Евы. Придумайте какие-нибудь хорошие действия Евы. А так же мы не можем действовать? Так же, как Боб? Нет, как в предыдущем случае. А в предыдущем каком? В B84? Ну да, отщеплять. Отщеплять можем. Но мы потом должны будем различать неофтагональное состояние. Вот Евы... Атака USD? Атака USD... Там же отправилась. Да, в атаке USD мы, во-первых, 4 состояния вот этих все мы не различим. Они линейно-зависимые. Для того, чтобы USD различить состояние, они должны быть линейно-независимыми. То есть прямо напрямую USD вот к этим 4 состояниям вы не можете применить. Нет, уже после того, как вы приносили базис. А после того, как вы приносили, хорошо, Ева применила USD и получила результат неудачи. Вот что и делать. Она может попросить их выкинуть эту позицию, но они не послушают Еву. Спасибо. 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 . . Спасибо. 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 . Спасибо. 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 И так оператор Крауса, который вот это отображает на плюс или минус. какое-нибудь 0 частичное? Да нет. В общем-то. Ну, не запрещено вот это обозначить как 0, а вот это как единицу и дальше с ними работать. Ну, потому что в принципе это два состояния в двумерном пространстве. Так, я люблю рисовать эту картиночку. Сейчас нарисую ее еще раз. У нас два есть неортогональных состояния. Пси0, Пси1. Ну, например, Пси0а и Пси1а. Мы их отображаем на безошибочно различаем. Наши операторы различения это вот такие вот ортогональные им векторы. Это будет М0. И он ортогонален Пси1. Это Пси1 ортогональная. А это у нас М1. Это Пси0 ортогональная. Вот этот первый кратер Крауса это Пси1 на М0. Такой проектор только. Ага. Ну там Пси1 на М0. А второй это Пси0 на М1. Ага. Давайте попробуем это написать. Вот наш оператор Крауса отвечающий успеху. Ну, коэффициентик какой-то напишем. А теперь то, что по-моему вы говорили. У нас Пси1 ортогональная должно отображаться на какой-то, на вот этот вот наш плюс. Плюс. Отображается М0. То есть Пси1 ортогональная. Плюс на минус мы отображаем Пси0 ортогональная. Согласны? И попробуйте вот это теперь примените к Пси0а. Сейчас на всякий случай уточню. По-моему все правильно напишем. Отлично пиши. Ну, если Пси0а, то это будет минус получается. А почему это? Потому что А не уточню. Так, ну вот это А уточню. Пси0а и Пси1а. Пси0а это же ортогональная. Вы как домножите? Что вы получите? Наоборот. Плюс будет. Ага. То есть А с аксесс умножить на Пси0а. Это будет ну какой-то коэффициент С' с учетом там вот этих вот дел. И на плюс. Так, хорошо. Следующий вопрос. Тут самый С. А? Тут самый С. С другой. Другой коэффициент. Потому что здесь же еще вот это нужно умножить нам на Пси0а. Они дадут нам какой-то еще коэффициентик-добавку. Так, на Пси1а. Что это будет? Ну, на самом деле тот же С' на минус. Да, правильно. Вот. А, а теперь вот вопрос на засыпку. Что будет, если мы А с аксесс подействуем на Пси0b? Вот это вот пожалуйста посчитайте. Вы видите, как выглядят эти операторы. И посчитайте, пожалуйста. Так, сейчас я на секундачку раздвигу. А. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну, плюс и минус, это же, ну, их можно записать, что такое плюс и такой минус. Да, сейчас тогда это 0, 0 и... 0 плюс 1 и минус 1, ага. И 1, минус 1, да, вот так. У меня что-то странно, аишечка у вас куда делась? Ага, вот это похоже. Так, то есть это будет у нас коэффициент, ну, кстати, тот же c' умножить на 0, ну, давайте 1, 0, как напишу, как там было. Да, 1, 0 плюс и 0, 1. То, что надо. То есть получается это у нас плюс, это минус, а это у нас получается, ну, как бы, хорошо, так и напишем. x, x плюс, это x минус, вот это будет отображаться на y плюс, а это будет отображаться на y минус. Так, y сейчас такое запишу. То есть как раз они и будут отображаться на взаимноортогональные векторы протокола ВВ-84. Поэтому вот такая операция есть во власти Евы. Она делает их попарноортогональными, как они и были. То есть мы ругались на протокол ВВ-84, что Ева может себе фотон отвести, и этот фотон будет, ну, различим, когда Ева узнает базис. Когда узнает базис, она может понять, какой был сигнал. Вроде бы авторы протокола 4 плюс 2 сделали сигналы неразличимыми для Евы, плохо различимыми, они ортогональными. Но вот оказывается, что такая операция есть, и она сразу в двух бейсах работает, что вот авторы протокола не учли. То есть это действительно чуть-чуть Еве затрудняет жизнь, потому что ей нужен успех в этой операции. То есть успех же не всегда происходит, иногда происходит неудача. Но это все-таки очень слабый удар по Еве. Нужен более сильный удар по противнику, чтобы было, ну, как бы ему больно. То есть вот это вот как раз пример неэффективности, неэффективного противодействия ПНС-атаке. Согласны? Вот, то есть то, что такая операция, она возможна, это называется операция фильтрации. Вот, и она делает, собственно, состояние взаимно-ортогональное, при этом она не говорит пока что, какой базис был. То есть как раз информацию о базисе Ева не извлекает, иначе это было бы слишком хорошо, если бы Ева знала и базис, и состояние внутри базиса, это было бы безошибочное развлечение. Безошибочное развлечение для четырехмерных пространств, четырехсостояния в трехмерном пространстве, оно все-таки невозможно. Оно возможно только для линейно-независимых состояний. Вот, но здесь суть в том, что, как бы, интуитивно это можно так попробовать под, ну, как бы, показать. Смотрите, на сфере Блоха, давайте пока что так рассмотрим два вектора неортогональных. У них есть вот среднее состояние, которое вот так вот лежит на хорде. Вот наше вот такое преобразование, оно, это среднее состояние отображает центр сферы Блоха. Вот это такая стелочка у нас получается. И при таком преобразовании у нас, как раз, вот эти состояния, они то, что надо, с ними происходят. Они у нас переходят во взаимноортогональное состояние. Вот то, что происходит при безошибочном развлечении этих состояний. Мы проектируем вот эти вот неортогональные состояния на ортогональные. С некоторой вероятностью это происходит, с некоторой вероятностью этого не происходит. Вот, но проблема в том, что вот эта вот точечка, она одинаковая и для состояния вот этого первого базиса А, и для состояния второго базиса Б. И когда мы ее проектируем сюда, мы ортогонализуем оба базиса. И базис А, и базис Б. Вот так это можно проиллюстрировать. И в этом как раз недостаток такой конфигурации протокола 4 плюс 2. В том, что мы можем одним махом ортогонализовать и тот, и другой базис. Поэтому именно такой протокол, он не очень хорош. Есть другой протокол, который приятнее. Он как раз этот недостаток ликвидирует. Давайте попробуем нарисовать, как у него выглядит конфигурация. То есть у него состояние, теперь уже это один из экваторов сферы блока. Они внутри базиса у нас не ортогональны. Пси 0а. А вот теперь вот они, это пси 0b. А это пси 1а. И это пси 1b. Вот. Это совсем другое дело. Если у нас вот такая вот конфигурация состояний на сфере блока, то тогда, если мы пробуем вот эти состояния ортогонализовать, то есть их сделать более различимыми, отобразить на диаметр, тогда вот эти состояния наоборот, под действием такого преобразования, станут менее различимыми. И наоборот. Если мы состояние базиса Б пробуем сделать взаимно ортогональными, тогда состояние базиса А у нас станут менее различимыми. Согласны, да? То есть просто по такому вот построению. Поэтому вот этот протокол называется САРГ04. САРГ04. Ну это авторы. Карани, Асин, Риберди, Жизан. В четвертом году они его предложили. То есть он закрывает в том, что у нас ПСИ 0А это косинус. Ну они это, по-моему, означают это пополам, чтобы в итоге был угол это. 0 плюс синус это пополам 1. ПСИ 0, 1А. Это косинус, это пополам 0. Минус синус, это пополам 1. И БСБ. 0 автогональю 0. Это будет синус, это пополам 0. Минус косинус, это пополам 1. И ПСИ 1Б это Асинус, это пополам 0. Минус плюс косинус, это пополам 1. В двумерном пространстве это так лежит. Они это так обозначают. Но в целом имеется в виду вот такая же штуковина. И теперь состояние уже обладает тем свойством, что если его пытаются отфильтровать состояние в одном базисе, сделать их различимыми, то в другом базисе состояние его обязательно сделает менее различимыми. Из-за вот такой вот конфигурации. Но это все-таки метод не совсем эффективный. Эффективнее другой метод борьбы с атакой разделением по количеству фотонов. Про него давайте и поговорим. Как еще раз называется? С ARG04. А я пока никак его не называл. Хороший эффективный метод. А, все. Так, для начала поговорим над формулой для скорости генерации секретного крыша. На самом деле вот здесь придется некоторые вещи. Вот, может быть, в конце семестра мы чуть-чуть о них и поговорим. Ну, вообще, в целом, скорость генерации секретного ключа в квантовой криптографии это разность взаимной информации между Алисой и Бобом и взаимная информация между Алисой и Евой. То есть, если есть преимущество у Боба над Евой, то мы можем после этого сжать ключ так, что это преимущество все перейдет в секретный ключ. А Еваная информация уйдет полностью. То есть, мы сжимаем ключ, Еваная информация при этом уменьшается, а информация Алисы и Боба тоже уменьшается. Так вот, когда мы сжимаем ключ для того, чтобы информация Евы осталась нулевой, у нас информация Алисы и Боба должна остаться не нулевой. Она уменьшилась на вот эту информацию, но осталась у нее нулевой. В этом интерпретация этой формулы. В том, что мы можем именно что ликвидировать информацию Алисы и Евы, не ликвидировать информацию Алисы и Боба. Если они у нас равны или информации Евы больше, то когда мы сжимаем ключ, чтобы информация Евы стала нулевой, и у Боба тоже информация пропадет. Вот, теперь, что это значит для протокола BB84? Это у нас будет единичка минус бинарная энтропия от величины ошибки Q, минус бинарная энтропия от величины ошибки Q. Вот это вот, это у нас пока что не было, вот, и это нам, ну, предстоит еще разобрать, надеюсь, чуть-чуть, хотя бы пару слов мы об этом скажем, вот. Это не очень просто. То есть, вот это вот, точнее, это простая часть, это и есть взаимная информация. А дополнение к чему-то идет, или все, вот, просто H2Q минус H2Q, что ли? Верно, потому что, вот, потому что вот это вот, это у нас именно что информация между вегетильными пользователями, которую вы прекрасно знаете. Это пропускает способность бинарного симметричного канала связи с верательностью ошибки Q. А вот это вот, и это как раз не тривиальная часть доказательства стойкости BB84, что это оценка информации перехватчика. Я поэтому уже записал два раза. В целом, да, это единичка минус 2HQ. Ну, и у нас H2Q выглядит как-то вот так вот. Единица, единица, а это график H2Q. То есть H2Q должна быть равна половине вот этой вот единице, а вот там вот, где это 1,2, это как раз будет 0,1,1 приблизительно. Поэтому вот эта вот Q критическая приближенно равна 0,1,1. 11 процентов. Это знаменитый 11 процентов протокола BB84. Если величина ошибки не превосходит 11 процентов, то мы можем распределить секретный ключ. Если величина ошибки больше 11 процентов, то, к сожалению, у нас вот это не выполняется. Ева, в принципе, может знать больше, чем Алиса и Боб. Потому что вот эта вот взаимная информация Ева по оценке становится больше, чем взаимная информация Алисы и Боба. Вот это вот мы подробно, к сожалению, с вами не успеем рассмотреть. Здесь надо довольно много всего знать и понимать для этого. Но хоть что-то мы, надеюсь, чуть-чуть еще рассмотрим. Вот, но сейчас нам интересно другое. Теперь, вот эта вот формула, это однофотонный случай. Однофотонный случай. Что делать, если у нас есть еще много фотонов? Иногда бывает два фотона, иногда три фотона, иногда ноль фотонов. Как бы нам эту формулу адаптировать на случай, когда у нас есть много фотонов? Ну, интересно, рассмотрите какие-нибудь, как это можно сделать, но пока сомневаюсь. Так, давайте минуты две подумайте над тем, как это лучше сделать. Давайте я вам подсказку дам. Можно переписать формулу для дальних ключов в чуть-чуть более удобном варианте. Это незнание Евы минус незнание Гоба. С незнанием здесь работать чуть-чуть проще может быть, чем со знанием. И тогда вот это вот, это тоже, это незнание будет Девы, а это будет незнание Боба. И это все относится к однофотонному случаю. Теперь у нас иногда есть однофотонные посылки, которые испускают Алиса, а иногда есть еще и многофотонные посылки, которые тоже испускают Алиса. Так вот, многофотонные посылки плохие, как мы с вами выяснили. Про них Ева все знает. То есть, незнание Евы для многофотонных посылок нулевое. Ценное сведение. Вот давайте попробуйте это использовать. А когда у нас многофотонная посылка есть, это незнание нулевое. А если однофотонная посылка, то по формуле для однофотонов BB84 мы используемся. Ну, может, но вероятно стало, что 1-го тоннная посылка. Ага. Вот это величину. В величину вот эту какую? Аж А. Ну, разность вот эта. Вот эту разность? Да. Ага. И плюс вероятность того, что... Ну, вот. 1-минус вероятность однофотонная. А нет. Так ничего получается. Не совсем. Не совсем. Ну, опять же, ход мысли, по-моему, правильный. Ну, как-то... Ну, просто я хотела, типа, по форме лифону вероятности. Ага. Ну, пробуйте, поэкспериментируйте, позаписывайте. Пока что, ну, не совсем что-то не согласен. То есть, смотрите, для однофотонных, действительно, вы, как кажется в чем право, что если у нас однофотонная посылка, то мы пользуемся вот этой формулой. Если у нас какая-то доля посылок однофотонная, ну, в общем, доля посылок, которые долетели до Бога и были зарегистрированы, то мы на эту вероятность домножаем незнание Евы. То есть, Евы не знают, если действительно есть однофотонные посылки. Про них Евы действительно ничего не знают в соответствии с этой формулой. А вот если посылки многофотонные, то про них Евыное незнание нулевое. Евы про них все знают. Ну, то есть, я был... Давайте я сейчас напишу формулу. Надеюсь, вы, как бы, ну, чуть-чуть уже подумали что-то, чтобы я все-таки в плодородную почку зерно знания, как бы, сеял. Вот, и так. LK. Это GLLP формула. Смотрите, у нас вот это вот Q1 от МИО. Вероятность того, что однофотонная посылка будет испущена Алисой, потом это сейчас все распишем, и зарегистрирована БОБом. Мы должны ее поделить на общее количество посылок, которые были испущены Алисой и были зарегистрированы БОБом. Ну, чтобы в пересчете на одну посылку было. Доля однофотонных посылок среди всех, которые достались... которые участвовали в распределении ключа. Вот это вот части мы умножаем на теперь незнание Евы относительно однофотонных посылок. То есть вот эта вот доля однофотонных посылок – это незнание Евы относительно однофотонных посылок. Точнее, о, здесь уже чуть-чуть другая величина Здесь у нас не просто величина ошибки наблюдаемая А у нас величина ошибки именно для однофотонных посылочек Минус Ну, можно написать вот это Точнее написать чуть-чуть другое Давайте напишем точнее, но при этом халтурнее Минус утечка, которая произошла при коррекции ошибок Которая зависит от Q То есть сколько нам нужно информации выдать, чтобы исправить ошибку Q Вот смотрите Е1 Величина ошибки В однофотонных посылках Потому что мы должны пользоваться этой формулой только для однофотонных посылок Если у нас другая величина ошибки для двухфотонных, для трехфотонных посылок То она нас здесь не должна волновать Нас должна волновать величина ошибки именно для однофотонных посылок Ева может разные ошибки вносить для посылок с двумя, с тремя и так далее фотонов Поэтому общая наблюдаемая ошибка Q, которую мы наблюдаем на приемной стороне Абсолютно не обязательно должна равняться вот этой величине Но формула для скорости генерации ключа Должна входить в формула для величины ошибки в однофотонных посылках Ну потому что именно она в однофотонной формуле используется Это вот эта однофотонная ошибка у нас Вот это уже общая ошибка, которая включает в себя ошибки на двух, на трех и так далее фотонов Если Ева решила не вносить ошибку для двух, трех и так далее фотонов То у нас Q будет меньше, чем Е1 Но мы должны пользоваться формулой для Е1 Мы должны Е1 оценить, что непросто, но нужно сделать Затем, какие у нас есть еще величины Y и T, которого у нас нет в формуле, но сейчас пригодится Это вероятность срабатывания детектора БОБа Ну детектирование напишу Сигнала При условии, что Алиса испустила и фотонов Алиса может опустить 0 фотонов Может 1 фотон, может 2 фотона и так далее В каждом из этих случаев, в принципе, не запрещено посмотреть А какая вероятность того, что БОБ получил сигнал Допустим, Алиса очень крутая И она может измерить количество фотонов, которые она испустила Вообще говоря, она так не может сделать Технологически это сложно Но природно можно, в принципе, квантовая механика не запрещает Алиса тоже провела неразрушающее измерение Померила, сколько фотонов она испустила в каждом импульсе После этого БОБ Они составили статистику В каких случаях у нас долетают однофотонные сигналы В каких случаях долетают двухфотонные сигналы И вот такие Y получили Так, в принципе, можно сделать Это сложно, но можно Такая величина, в принципе, имеет смысл Также обратим внимание, что имеет смысл и величина Y0 Алиса вообще не испускала фотоны А БОБ взял и что-то получил Такое может быть Это может быть из-за перехватчика Который зачем-то решил фотоны отсыпать БОБу Ну, зачем-то, но можно Или из-за темновых шумов детектора Она, то есть, больше или равна нуля В принципе, ну, не нулевой она может быть То есть, детектор тоже бывает иногда шумит Когда ничего на него не попадало Это тоже, ну, несовершенство аппаратуры Нам она пригодится, эта величина Так вот, а дальше у нас уже идет QIT Которая зависит от μ И это вероятность, совместная вероятность того Что Алиса испустит Y фотонов И то, что БОБ задетектирует сигнал То есть, это получается Вероятность испускания Y фотонов Вот она по полосону Отсюда следует Что это там будет у нас? E в степени минус μ Умножить на μ в степени M Поделить на... Ну, в степени I поделить на I факториал Умножить на YI То есть, это вероятность того Что Алиса испустит и фотонов И БОБ задетектирует сигнал А они разве не зависимы? Они зависимы друг от друга Поэтому и Y-то здесь поставлено Нет, имеется в зависимости Случайной величины Независимы, например Ну, то есть, события не зависимы Нет, смотрите, что у нас здесь получается Есть два события Вероятность события А и события Б И это вероятность события А При условии события Б Умножить на вероятность события Б И это вне зависимости от того Зависимы события или независимы Вот это условная вероятность Эти Y наши Да, согласна, да? Ага, а вот это вот это ПБ Ну, я поняла Ну, очень недовольна, сидите Да, очень недовольна Я просто не выспалась Так, то есть, это Алиса испустила И фотонов У Боба сработал детектор Вот, то есть, вот эта вот формула А вот эта вот утечка, которую Фактически они должны разгласить Это некоторая величина F Умножить на бинарную энтропию От вероятности ошибки Q F это эффективность метода коррекции ошибок Они в идеале должны разгласить Только H от Q по Шеннону Бинарную энтропию от ошибки Но реально они чуть-чуть больше То есть, F это больше единицы Некоторая величина И эффективность процедуры детектирования Процедуры коррекции ошибок Это небольшая дань практики Потому что на практике Алиса и Боб детектируют ошибки Может быть, не идеально Так, пока я вот это стираю Гипнотизируйте эту формулу И думайте, что в ней непонятно Мне не очень понятно Насчет второго слабляя У которого всегда читается Как там возникает бинарная энтропия Вот это? Да Нет, это обычная классика То есть, смотрите В классическом методе коррекции ошибок Вот Это незнание Алисы При условии знания Боба Незнание Боба о ключе Алисы Чтобы им это незнание ликвидировать Им нужно как раз энтропию Шена на отку Ошибок информации Выдать в открытый канал Это процедура коррекции ошибок Как раз это Это как раз абсолютная классика Что у нас в бинарной Взаимной информации между Алисой и Бобом Это единичка минус бинарная энтропия От величины ошибки Вот это вот Это то, чего не хватает То есть, это единица Минус незнание Боба от Алисы Это то, что нужно выдать в открытый канал Чтобы исправить Опять же, потренируйтесь Составлением ошибок Вы увидите, что это примерно Это величина и есть То есть, здесь просто не хочется на классику Очень много опираться Так, еще гипнотизирование формулы Давайте, вот такие результаты Обратите внимание, что ИВИТ включает в себя в том числе несовершеннодетектора Если детектор, фотон попал, но при этом не сработал детектор Такой может быть Это называется низкая эффективность детектора Есть понятие эффективности детектора То есть вероятность того, что он действительно сработает Когда в него попадает фотон Кстати, детектор Вот это мы забыли сказать Детектор Боба Это же наблюдаемая Да? Которая Показывает, попали ли Попала ли туда частица На нее или не попала То есть фактически для нашего Вот этого конвертного состояния Это очень простая штука М0 равняется 0, 0 И М Клик Обозначим это так Это сумма М на М По М от единицы до плюс бесконечности Вот мы все хокковское пространство Разложили на два оператора Детектор сработал или не сработал То есть если попал хоть один фотон на детектор В идеале детектор срабатывает Если фотон не попал Тогда детектор не срабатывает Вот это в идеале детектор Боба Такая вот очень простая Наблюдаемая в смысле фокковского базиса Но действительно технически реализовать Ее оказывается непросто То есть можно, но непросто Она все-таки будет иметь Неполную эффективность То есть может быть такое Что у нас прилетел фотон Но детектор все равно не кликнул Так мы же вообще Как вроде бы говорили Что фокковские состояния Их вообще невозможно реализовывать А вот здесь смотрите Здесь Боб как раз Он не знает Сколько фотонов ему прилетело Это Бобу неизвестно Чтобы прям Боб взял И померил количество фотонов Прямо по фоку Да, это к сожалению нельзя Иначе Алиса бы действительно Примеряла свое количество фотонов И могла бы просто не знать Когда она испустила два фотона Но к сожалению не получается так делать Ну у Алисы это сложнее У нее прям неразрушающее измерение Должно быть Бобу чуть попроще Он просто меряет Пришел фотон или не пришел фотон Не, но я это потому что Сейчас Или вы это уже сказали Что такую наблюдаемую нельзя Невозможно сделать Нет, смотрите Смотри какую невозможно Наблюдаемую чисто фоковскую Наблюдаемую Вот именно то Что физики обозначают как N Вот такую вот По-моему именно что нельзя сделать Ну так-то это То есть на нашем языке Это наблюдаемое Что mn Равняется n на m И вот у нее бесконечное количество элементов То есть наша общая наблюдаемая m Это набор из вот этих вот mn Вот такую вот наблюдаемую Насколько я знаю ее нельзя сделать Ну то есть пока просто очень сложно Вот считается что нельзя А вот такая вот наблюдаемая Которая состоит всего из двух операторов Просто отвечает на вопрос Пришел фотон или не пришел фотон Она реальна Это самый дорогой элемент Системы квантовой криптографии Вот такой вот однофотонный детектор Но это хотя бы реалистично Но Evo разрешает Еvo может да Чем угодно Всем что на доске можно написать Evo может пользоваться Алиса и Бук только тем что реалистично Вот это реалистично И иногда еще пытаются сделать наблюдаемую Которое было бы 0,0 Отдельно 1,1 И отдельно уже все остальные суммы Это дороже Photon Number Resolving Detector Это называется Который прям различает По количеству фотонов чуть-чуть лучше Вот Но как бы эксперименты такие тоже есть Но все-таки То есть в направлении вот такой наблюдаемой Наука движется Ну движется не очень быстро Но какое-то движение происходит Так вот Что теперь предлагается сделать То есть наша задача Оценить E1 и Y1 Вот если мы эти две величины знаем Тогда из Y1 Мы будем знать И Q1 от мю Ну просто по вот этой формуле Все остальное мы знаем Если мы знаем E1 и Q1 от мю То мы можем вот этой формулой пользоваться То есть эта формула Она хороша всем Кроме того что она содержит величины Которые мы реально не можем наблюдать Мы не можем наблюдать E1 Потому что опять же Не знаем какой из отчетов детектора Соответствовал именно единичному сигналу Единичному фотону у Алисы И мы не можем наблюдать Q1 Опять же мы не знаем Когда именно Алиса испускала Одиночные фотоны Но оценить их количество Замечательно что мы можем То есть вот это вот наша задача Чтобы мы могли применять эту формулу Что мы должны оценить Е1 и Y1 И что для этого мы делаем Решение Используем вспомогательные интенсивности Они для Алисы будут вспомогательные А для Левой это Обманное состояние Или состояние приманки Или состояние ловушки Состояние Ну обманное состояние По-разному на русский язык переводят Декой стейтс В английских То есть Алиса и Боб Использует интенсивности In Mu Mu1 Mu2 Помимо вот этой вот Основной сигнальной интенсивности Примерно 1 фотон на импульс У нас Mu1 Ну приблизительно 0,1 Потом на импульс И Mu2 0,0,1 Потом на импульс Две вот такие вот Обманные интенсивности Присутствуют То есть Алиса иногда Испускает сигнал С интенсивностью Mu Иногда Испускает сигнал С интенсивностью Mu1 Иногда Испускает сигнал С интенсивностью Mu2 Алиса знает Какой интенсивности Сигнал она Испустила То есть это дополнительные некоторые такой параметра для алисы какой интенсивности сигнала она испускает после этого не смогу могут договориться и алиса может сказать богу какой интенсивности сигнала она испустила что теперь делает боб боб теперь может наблюдать величины q1 q просто извиняюсь не q1 а q от ню q от ню 1 q от ню 2 я по-моему q без индекса не ввел но q это просто вероятность того что задетектируется сигнал интенсивности мю то есть q у нас это просто сумма по нишечкам q и т от ню алиса могут договориться и алиса говорит таких таких-то позициях я использовал интенсивность ню 1 боб говорит а вероятность того что я задетектировал сигнал этой позиции у меня такая поэтому вот этот q мы оценили вот это вот это их наблюдаемые величины а также вероятность ошибки е от мю е от ню 1 и от ню 2 и вероятности ошибки теперь у нас получается 6 величин которые наблюдают алиса и бог они знают по солнце к распределению лазера который использует алиса и после этого они решают системы уравнений и вот решает систему уравнений они как раз и получают из этих шести параметров наши нужные параметры они получают y0 оценку на y0 после этого они получают оценку на y1 которая им так нужна из которой они получают q1 от мю и также они получают оценку на е1 то есть вот эти вот нужные оценки алиса и бог получают решая систему уравнений для этих вот параметров мы сегодня это не успеем боюсь про уравнения написать поэтому нас начнем с этого следующее занятие а пока что интуитивно давайте подумаем как это может помочь смотрите что делает его при атаке разделением по количеству фотонов страшные действия евы она берет однофотонные сигналы и их блокирует потому что однофотонные сигналы или не интересны тут получается обычные однофотонные b84 когда у нас однофотонные сигналы а вот если сигнал с двумя или тремя фотонами то его его один из фотонов переправляет бобу может аккуратненько переправить минуя по затухание в линии связи или не запрещено вот как-то телепортировать его или заменить линию на идеальную линию в общем это все его пусть может делать поэтому то что реально делает его при пнас атаке то что страшно это блокировка однофотонных посылок если его не блокирует однофотонные посылки то они вносят вклад в ключ секретный или нужно блокировать их теперь если его решила блокировать однофотонные посылки что мы увидим у нас есть обычный сигнал в котором довольно много однофотонных посылок но при этом там также много и двухфотонных и трехфотонных посылок есть декойные сигналы обманное состояние вот если его решила их тоже блокировать его когда видит сигнал она не знает из какой интенсивности он произошел потому что один случайно выбирает интенсивность почаще у нее сигналит интенсивности реже обманной интенсивности него когда стоит перед задачей она померила количество фотонов у нее есть число ну поняла например что это однофотонный сигнал который ей хочется заблокировать Но она не знает, из какого импульса он произошел, этот сигнал. Вот это Ева не знает на момент блокировки. Ей нужно принять решение о блокировке. И вот если она решит блокировать однофотонные посылки, то Алиса и Боб интуитивно это увидят вот почему. У них станут реже доходить мюшечки, однако будут доходить. А вот ню-1, ню-2 у них прям совсем перестанут доходить, потому что они почти только из однофотонных посылок состоят. Поэтому статистика у них поклывет, у Алисы и у Боба, если Ева решила блокировать однофотонные посылки. То есть реально это решение уравнений получается, но интуитивная и физическая идея здесь в том, что Ева не зная из какой посылки произошел импульс, она будет нарушать статистику отчетов вот в этих состояниях разной интенсивности. А разве ню-1 и ню-2 не должно быть сильно больше ню? Нет, и они именно что меньше, потому что смотрите, если Ева блокирует однофотонные посылки, то она нанесла некоторый урон нюшечке, но при этом нанесла огромный урон нюшечкам ню-1 и ню-2. Да, я имею в виду, чтобы у нас все было сосредоточено вокруг однофотонных посылок, для ню-1 и ню-2, получается же мы должны ню увеличить, если ню это вот ню. Ню увеличить, смотрите, 1 это более-менее оптимальное значение, там у нас процент, скажем, однофотонных посылок будет максимальный для этого. То есть если мы увеличим ню, тогда у вас будет много-многофотонных посылок там, у вас просто однофотонных посылок число уменьшится. Я имею в виду, что распределение плацона, если мы увеличиваем параметр, оно как раз-таки сужается, нет? Оно сужается, но при этом у вас же в среднем будет много фотонов в этом импульсе. А вам нужно, чтобы у вас была сигнальная интенсивность, а прям основной, которая идет в ключ, мюшечка, были в основном однофотонные посылки. Они максимизируются именно на примерно одном фотоне. Ну ладно, да, прошло. То есть если вы хотите, чтобы в сигнальной интенсивности доля фотонов, однофотонных импульсов была максимальной, то примерно один фотонный импульс, средняя интенсивность этому и соответствует. Я, честно, сейчас не помню, это в точности один или что-то очень близкое к единице, но вот примерно в этом диапазоне. Если вы делаете мю, например, равное там трем, то у вас будет скорее все-таки двух-трехфотонные посылки, ну как бы они вам бесполезны. Они вам не вредны уже, если мы пользуемся обманным состоянием, но просто бесполезны, вы зачем-то, ну как бы, не секретные посылки посылаете. Так вот, то есть если Ева решила блокировать однопотонные посылки, то она себя выдаст измененной статистикой. В том, что у нас с разной, неожидаемой, а другой вероятностью будут затухать вот эти мюшечки ню-1 и ню-2. И это как раз в этом основная идея метода вот этих обманных состояний. А уже сами уравнения, давайте в следующий раз тогда мы с них начнем, и их уже будем с вами решать.